В эфире программа «Особое мнение». Микрофон работает Светлана Заньков. Всем добрый день. И сегодня свое особое мнение высказывает Василий Дубяковский, человек, который создал бренд не одного города, но отправной точкой было создание бренда города Урюпинск. Добрый день, Василий. Добрый день, кировчане. Мы записываемся сегодня в понедельник, 27 числа. Программа наша выйдет в записи, выходит уже в записи. И записываем мы нашу программу сразу после окончания дискуссии, которая называлась «Брендинг Кирова. Начало». Дискуссия проходила в библиотеке Минигерцена и состояла из двух больших таких частей. В первой части я принимала участие, как наблюдатель скорее, несколько раз поднимала руку, когда вы задавали Василию вопросы. И в первом части я видела там мэра города Кирова, главу городской думы Елену Васильевну Ковалеву. Я видела там главу Увецкой торгово-промышленной палаты, видела одного ректора и массу активистов. Я там видела, что было приятно. Мы даже пообщались, обменялись какими-то своими впечатлениями. Но сейчас мне хотелось бы, чтобы у нас состоялось такое общение на тему брендирования города и вообще развития региона благодаря бренду, вот с человеком, который занимается... Сколько лет уже, Василий, вы этим занимаетесь? Шесть. Шесть. Шесть лет в условиях современной России. У вас классная страна. Классные условия для бренда. Вот. Вы сами до эфира мне сказали, что я знаю, что в Кирове уже лет пять, как идёт дискуссия, брендировать, не брендировать и как. Мы очень любим, мы, смешники, очень любим эту тему, потому что особенно любим, когда кто-нибудь говорит переименовать город, не переименовать, регион, может быть, как-то переименовать, а что вы думаете о нём. И Лена Сильна Ковалева сегодня тоже высказалась на эту тему. Она высказалась, конечно же, дипломатично, сказала, что не время, не время поднимать дискуссию о переименовании города Кирова, Вятку, да, традиционно. Но почему бы Кирову не стать центром Вятского края? Я думаю, что по-другому её посыл. Я услышал, мне очень понравилось, кстати, её мнение с точки зрения профессиональной. Я услышал такую посыл, не как конкретное предложение по позиционированию, а как то, что тот имидж, который есть за топонимом, за названием Вятка, его нельзя не использовать при брендировании города, безотносительно того, называемого Киров или Вятка. Потому что, мы это обсуждали, всё ваше местное, ваша местная идентичность, локальность, местность, можно по-разному. Слово-слово говорить, оно связано с Вяткой. Говор вятский, еда вятская, сказки вятские, история вятская, продукция вятская. Но при этом живёте в Кирове. Это вопрос исключительно внутренний. Я бы не хотел вступать в полемику переименовывать или нет. Но мысль была, что даже если остаётся Киров, нельзя не эксплуатировать Вятку. То есть при брендировании, это не выбор, Киров или Вятка, это использование тех ресурсов, которые у вас есть. А с точки зрения общения с внешним миром, большой вопрос, что выгоднее, Киров или Вятка. И у того и другого есть подводные камни. То есть если изнутри многим может казаться, что кому вообще интересен Киров, вот всё же в Вятке, прекрасно были два выступления, люди из внешнего мира, они вообще особо не привязывали вот эту местность к стопониму Вятка. То есть вы это все внутри знаете, что вы Вятка. Люди-то, может, и слышали, но они не всегда знают, что Киров и Вятка. Я считаю, что это не очень показательный был, на самом деле, пример, потому что один человек представлял Коми. Для Коми совершенно понятен наш регион, поскольку мечта каждого семейного Комяка в итоге купить квартиру в Кирове, понятно, а не на Вятке, переехать южнее, чуть-чуть южнее. А второй человек приехал сюда из Абакана 6 лет назад, тоже, видимо, погреться, и поэтому, конечно же, какая история тут про Вятку? А вот если бы вы спросили про людей, которые, например, из Москвы, из Питера, не знаю, еще откуда-то вовне, извне, ну вот, из другого как бы, да, то, возможно, сложилось бы другое совершенно мнение. Тут тоже вопрос, на кого мы ориентируемся. Да, совершенно верно. Где наш партнер, инвестиции? Более того, я думаю, что вопрос разработки бренда это не вопрос дискуссии на 150 человек, это все-таки должны начинаться какие-то исследования, и в плане даже вопроса того переименования, интересно, может, были какие-то исследования. Я уверен, что в отношениях и вятках лынов-киров есть очень много разных тезисов и мнений, их можно просто посчитать количественно и дальше как бы из этого исходить, потому что когда вот просто дискуссия, там все выводится на авторитет. Вот есть глава города, она подойдет определенным авторитетом, поэтому мы сейчас ее мнение обсуждаем. Там еще было кировчан, еще 149 штук. Да, и мы сейчас вот об этом поговорим, потому что если в первом часе, в первой полутора часовке высказывались такие, я бы сказала, дипломатичные формулировки использовались, может быть, еще не время, а вот давайте посмотрим с другой стороны, то что у вас случилось на площадках, когда в общем должна была быть спровоцирована дискуссия, это очень интересно. Я, кстати, посмотрела, в Абакане сейчас минус 16, так что у нас теплее. Окей, хорошо. Значит, Елена Васильевна Ковалева сказала, что может быть Вятский край. Николай Михайлович Липатников сказал, что он тоже ни в коем случае не провоцирует дискуссию о переименовании Кирова в Вятку или, не дай бог, в Хлынов, но он себя ассоциирует и свою палату тоже с Вяткой, с историей вот той такой, достаточно внушительной нашей истории, и мы об этом рассказываем во многих наших исторических проектах. Когда вы остались с активистами, то есть остались люди, которые заинтересованы на протяжении этих пяти лет, так или иначе, в дискуссиях участвовали. Какие вы им давали задания, и какая у вас была задача, что вы хотели бы вытащить наружу? Во-первых, мы не обсуждали Вятка Киров, совсем. И даже в первой части мы обсуждали не, как себя называть, а я задал вопрос, как вы думаете, для внешнего мира, не для кировчан, а для других жителей России, мира какой-то по ним выгоднее использовать. Другой на что просто. Мы обсуждали в ходе дискуссий в четырех группах, как делать так, чтобы Киров был, город был известен долгосрочным. То есть известность, это просто сколько людей знает, что вы есть. В том числе, каждая группа, например, думала над тем, в какой из учебников школьной программы попасть. Потому что школьная программа во всем мире это главный канал коммуникации городов. Мы знаем большинство городов из школы. И умный город, который хочет, чтобы его знали, должен думать, как попасть в школьную программу. Кирова сегодня там нет. Там есть Киров, но это человек. А второе, то есть они должны были подумать, как попасть в образование, как сделать так, чтобы Киров вдруг снимали кино, просто подходы. Как это, если это такая задача, как бы ее решали. Потом во второй части, значит, они, ну, показал я на слайде, подобрал 12 символов, которые сегодня есть в Кирове, разные. Ну, я изучил СМИ. Расскажите. Ну, там очень просто. Ну, молочка, дымка, там, Воснецовы, ход, ну, вот это то, что на слуху. А задача была подумать, а что есть скрытого? Как, например, вот сейчас очень модный, там, конструктивизм в Москве и в Екатеринбурге, четыре года назад еще, это была сверх нишевая тема конструктивизма. Сегодня все гости Екатеринбурга с этим, например, пересекаются, горд за этого делать фишку. У Кирова тоже вот есть такие ресурсы, и вот люди пытались подумать, а что может нашим быть скрытым ресурсом, имиджем. И в третьей части мы работали с категорией интерес, то есть, какие конкретные поводы могут быть у человека, чтобы именно приехать в город. Хотя, вот сразу оговорюсь, многие группы, как бы, ну, то, что они не специалисты в этой области, они думают, что выгода от бренда, это когда человек только приезжает в город. На самом деле, вам не обязательно приезжать, вот я живу в городе Урюпинске, у нас есть определенный имидж и известность. Мы когда делаем краудфандинг, то есть, через интернет деньги собираем на какой-то проект, нам очень это помогает. Люди даже могут не знать, где мы находимся, они нам дают денег, потому что это классно, дать на открытие Монте-Сори клуба Урюпинске денег, потому что где Монте-Сори, а где Урюпинск? И они это делают. то есть, нам вот так помогает, что это отошло в сторону. В общем, нужно было придумать какие-то новые события, традиции, и главное, ответить на вопрос, с чем группы не очень справились, вот как бы вы продолжили фразу, нужно хотя бы один раз в жизни приехать в Киров, чтобы... Никто не предложил свои решения? Нет, не предложили, 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 вот чтобы поучаствовать в Великорецком ходе, и это нормально, это отличный, то есть, это очень логичная фраза, более того, и дальше мы стали копать, ну вот фраза классная, как люди вообще узнают о том, что она существует, то есть, и сами кировчане признали, те, кто был, участвовал в этом событии, что не очень-то известно, что она регионально, по масштабам он очень большой, ну то есть, наверное, один из самых больших, хотя мне не смогли назвать, какие бывают еще, ходы или ходы? Ходы. 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 И вот у нас аналоги интересные возникли, что мы можем все назвать шампунь номер один от перхоти, а вот ход номер один мы не можем назвать, они все какие-то местные, у меня в городе тоже есть, у нас есть чудотворная икона Уритовской Божьей Матери, там кого-то смешно звучит, там у нас есть, святыня, вот, и у нас каждый год весь город выходит, тоже такой ход происходит. В общем, можно занять, например, эту нишу, то есть, это как раз, с одной стороны, вроде известный символ, по крайней мере, внутри кажется известный, великолепский ход, и на самом деле, он может быть одним из кирпичиков, интересных к вам, то есть, это интересно не всем, но если каким-то образом люди, кто интересуется православием, кто интересуется Николаем Чудотворцем, начнут сталкиваться с темой великолепского хода не только, когда они посещают туристский информационный царь Кирова или заходят на ваш сайт, а в рамках образования, в рамках дискуссии, в рамках объявлений, что набирается группа, ну, скажем, Дивеева, все знают Дивеева, почему? Вот разобраться, почему знать Дивеева и сделать точно так же с великолепским ходом. Вот мы как бы пытались отработать во втором части момент, не просто как бы идею придумать, а донести идею для тех, кто присутствует, что все это технологично, что должен быть те, кто управляет коммуникацией, должны быть поставлены задачи, и что слава городу, она, ну, иногда сваливается, конечно, с небес, но в современном мире ее легче программировать. Василий Дубяковский у нас в студии это его особое мнение о бренде города о прагматике. Это практически наименование одной из статей, которую я читаю, она прямо передо мной сейчас открыта, и мы сейчас говорим об этом в приложении к городу Кирове. Через полминуты снова в этой студии. Продолжаем нашу программу. У микрофона работает Светлана Занько, это особое мнение Василия Дубяковского. Мы говорим о бренде города Кирова и о том, как можно его использовать, работает ли он действительно, и на что он работает, зачем его создавать, потому что в Кирове сейчас проходит неделя рекламы, и в тот день, когда мы записываем программу, а это понедельник, 27 ноября, состоялся круглый стол, который должен был спровоцировать дискуссию насчет брендинга Кирова. И кое-что уже нам Василий сказал до перерыва. В частности, например, что когда креативили повод, когда участники дискуссии креативили повод, для чего нужно приехать в Киров, вот, наверное, самое яркое предложение было это для того, чтобы хотя бы один раз приехать в Киров, чтобы поучаствовать в Великорецком крестном ходе. Эта история такая и очень интересная. Великорецкий крестный ход обсуждается маркетологами в том числе много, и людьми, которые занимаются инфраструктурой, и людьми, которые кое-что понимают в продвижении в бренде. Каждый год прибавляется тысяча людей, которые ходят в Великорецкий крестный ход, теперь несколько десятков тысяч ходят, но мы никогда не видим экономического отчета, а сколько денег это принесло в казну, например, города. Мы не видим, что растут, например, инфраструктурные объекты, что появляются гостиницы, да, по ходу движения этого хода, что в Великорецком реставрируется церковь, в которую идут ходоки. Во-первых, это действительно мега-событие, есть такое понятие мега-событие, и он таким и является. Это большой актив вашего города и региона. Во-вторых, я думаю, что отчетов нет из-за проблем, прежде всего, коммуникации. Ну, эффект явно есть, и там много приезжих, и они приезжают не с разных ход. Да, они есть, и я думаю, что этот вопрос, может быть, нет субъекта, кто мог бы это посчитать, хотя те, кто занимается туризмом, например, могли бы, вот, но это вопрос к коммуникации вообще не хватает, и все ждут ее, например, почему-то от власти. Я вот очень честно приняю за развитие, и моя рекомендация в конце была, что с точки зрения того, как управлять сам этим процессом, я рекомендую брендингам, имеется в виду, Кирову сделать некоммерческую организацию, которая будет заниматься развитием города, и там был бы в штате бренд-менеджер Кирова, вот, вообще, пока не появится у Кирова бренд-менеджер. Зачем? Зачем? Затем, чтобы вам дать информацию, сколько денег принес Великорецкий ход в 2018 году, например. А еще? Еще, ну, если это формат НКО, чем хорош формат? НКО это некоммерческая организация, то есть это организация, очередители которой не могут извлекать прибыль, могут только тратить на ту цель, которая есть. Например, они могут получать гранты на развитие города. Сегодня, возможно, они уже есть, то есть, кто-то на животных получает, да, а можно получать на развитие всего Увятского, например. Гранты, президентские, частные, НКО занимается очень большое сейчас движение и небольшая конкуренция. И все, что касается брендинга, мы это сегодня не очень пообсуждали, мне кажется, этот вопрос интересный про финансирование. Мне кажется, в текущих условиях современных, даже в таком богатом, сейчас вы можете меня, конечно, править, в городе, как Киров, у нас их 1116, и большинство из них значительно меньше, чем Киров, и даже на душу населения по бюджету, у вас 10 миллиардов, на 500 тысяч это не так уж и плохо. Это больше, чем в Казани на душу населения. Вот видите, я считаю, что на все, что касается брендинга, особых средств вообще не стоит тратить, бюджетных именно. Поэтому... Это вот должно вызывать просто радостный отклик сейчас у муниципалитетов, что не надо тратить на брендинг. Надо тратить ресурсы организационные, людские, то есть у той же администрации мощно, у них есть СМИ, которые, соответственно, если глава скажет, будьте добры так написать. Ну, они будут этой темой, например, заниматься. У них есть площади, у них есть отдел туризма, вот, и бренд, он в помощь, и, конечно, не должен быть обременением, и у нас сегодня был на слайде вопрос, там, дороги или бренд. Очень многие, это касается не только брендинга, любое возьмите, считают, что что-то делается вместо чего-то. Ну, с точки зрения выделения бюджетных средств, да, но очень большинство проектов по брендингу города, они вообще не эксплуатируют бюджетные средства, потому что их нет на этой стройке, а все равно всегда находится очень много людей, которые рассказывают, что зря потратили бюджетные деньги, которые не потратили, или что лучше, там, раздать, там, бедным, ну, по копеечке, видимо. Ну, вот сейчас, мне, конечно, это очень интересно, может быть, мы еще пообщаемся в течение недели на эту тему, но просто мы далеко уйдем, и долго нужно говорить о том, как тоже это НКО будет действовать, много вопросов здесь, в чьих интересах, как избежать тех или иных опасностей, что это даст каждому, каждому кировчанину, потому что, ну, мало ли, в какие НКО объединяются люди и с какими целями, да, вот, но это вот, это такой глубокий разговор, наверное, не на один час, и, наверное, в процессе дискуссии он бы там более ярко был бы высвечен, но еще одну фразу вы произнесли, когда рассказывали, какие задания задавали участникам дискуссии, вы сказали, было задание определить скрытый ресурс Кирова, да, вот повод, чтобы приехать, это тоже ресурс, вот как ресурс мы назвали Великолепский крестный ход, а что еще в качестве ресурсов называлось? Неужели от дымки совсем отказались? Нет, от нее не отказались, просто она настолько явная, что тут, что, нет, про дымку сейчас расскажу, значит, вот дымка, это ресурс, там много вопросов, насколько она связана с топонимом Киров, на мой взгляд, очень слабо связана, Святка сильнее, но, классная группа одна предложила, значит, как Киров подружить с детства, вот есть дымковская игрушка, игрушка, это категория с детства, все, что у нас происходит в детстве, и это связано с кеми городами, это вообще идеальная коммуникация, то есть там, сейчас еще второй пример про вязкий класс, класс, если я забуду, подскажите, значит, идея такая, вот она, игрушка называется, но у нее реально не играют сегодня, потому что она стоит две тысячи рублей, то поставил, не дай бог, ребенок разобьет, еще на него наорут, у них идея сделать, ну, у них была конкретная идея, то есть можно развить резиновую вязкую игрушку, там, для купания в воде, но, в общем, смысл был в том, что была эксплуатира имидж вязкой игрушки, была создана реальная игрушка, с которой играют дети, они не смогли сходу ответить на вопрос, как же, какова будет дистрибуция, почему вдруг все начнут играть, но рациональный измену есть, то есть есть имидж дымковская игрушка, и мы делаем реальную игрушку, где всего уточка была, да, и уточку, да, они предложили дымковскую уточку, в чем тут интересный пример, то есть вроде ресурс есть дымке, но по факту, а вот, а как она придет в дом, а у многих вообще в доме дымка, ну, я бы не сказал, такая достаточно низшивая история, а вот если залезть так, чтобы у всех в ванне, когда они купались утром, была дымковская уточка, то тут представьте, как приезжает человек в Киров, и он сразу вот, и вспоминает, как здорово, и второй пример, про вятский квас, значит, ну, вот там, на конференции Путина упомянули, да, это до сих пор даже, может, имеет какую-то известность, через пару лет это просто забудется, это единичный повод, и мы думали, вот, вроде у нас есть такой, достаточно даже скрытый ресурс, вятский квас, ну, в смысле, что мы сейчас понимаем, что сейчас эта тема такая конъюнктурная, а потом пропадет, хотя они молодцы, они получили дистрибуцию, это очень круто, это пример, вот именно маркетинговый супер, особенно если специально заслали этого человека, значит, я поставил вопрос в группе, хорошо, у нас лучший канал какой, для коммуникации города, образование, как в школьную программу, вятский квас, как лучше войти, вот мы подискутировали, из Владимира Владимировича? Нет, нет, а как? А вот мы пришли к тому, что, конечно, урок труда много где уже отменяют, но тем не менее, он еще сохраняется, и вот у девушек, обычно урок труда, это они учатся, там, винегрет готовить, что-то, это есть в школьной программе еще, и вот если попробовать внедрить, это вопрос как, ну, договориться, что, а сегодня мы будем готовить квас, у нас есть рецепт, вятского кваса, и представьте, если все девушки, страны будут через это переходить, первое, даже, может, купить ваш продукт, и, соответственно, налоги пройдут, я в детстве, одно дело, это 40 минут за детство потратить, на то, что делал вятский квас, другое дело, там, конференция Путина, это просто неспоставимо, насколько это круче, и вот конкретный пример, да, вот у нас на это была работа нацельная, что, вот есть вятский квас, классно, а что дальше, вот если сделать так, что у нас, сколько там, 70-80 миллионов граждан со временем будут обременены детским впечатлением, то, ну, это неминуемо, ты приходишь и первое, что ты делаешь в Кирове, вятского кваса. Василий Дубиковский, сейчас в нашей студии, это его особое мнение, мы говорим о брендинге городов и регионов, для меня Василий все равно осталось после сегодняшней встречи нерешенной дилеммы, зачем вообще поднимают этот вопрос, и кому, в принципе, это нужно, брендирование территории, правда, я до сих пор этого не понимаю, вот вы там хорошие... Я тоже. В этом хороший такой пример, привели, что если набрать в поисковике там бренд города, такого-то, действительно, открываешь Киров, и там ты смотришь, что такое бренд Кирова, игрушка, белых, Навальный, новый губернатор, нет, там выходит, там выходит все графики. А, это у Вас выходит, потому что у Вас персонифицирована выдача, то есть у Вас выходит то, что Вы уже смотрели, а у меня более релевантно. Я об этом подумала тоже, я об этом подумала, что он мне покажет, что он мне покажет, действительно. Навальный, кстати, там с Лаптин у меня вышел, есть ведь еще Лапальцев в Яцке, вы знаете, да, вот эта вот история, там кто-то создавал какой-то такой калаш, что такой вышел. Я набрала Москву, увидела массу логотипов интересных, ярких, но они все ассоциируются действительно с буквой М, вот этой, которую мы привыкли красную видеть, и она... Мне известно 36 вариантов логотипа Москвы. С Питером не такая четкая история была. С Урюпинском выходите вы, ваш вот свитер, в котором вы сейчас находитесь, да? В фильме раньше не искали. Красный, красный такой круг, на котором написано Урюпинск, что там еще? Столица, провинции. И я понимаю, что вы как-то поработали так круто с поисковиками. Мы с ними не работали. Тогда вы сейчас расскажете эту историю, потому что я обсуждала с коллегами, что он сделал такого, посмотри, ведь каждая картинка, которая у меня сейчас выходит, а я, между прочим, про Урюпинск не искала там до этого. Каждая картинка, которая там выходит, содержит вот этот логотип, который сейчас на вашем свитере. Что произошло? Как вы этого добились? И расскажите чуть-чуть нашим слушателям, как вас вообще занесло вот в это брендирование городское. Давайте тогда на последний вопрос сначала отвечу. Я получил экономическое образование в МГУ и в магистратуре специализировался по маркетингу. И с 10 класса осознанно путешествую по российским городам. Мне они просто нравятся. Раньше это было хобби путешествия по городам. И большинство регионов России я посетил не как специалист, как турист. И Кира в том числе я первый раз посетил как турист просто. Давно еще. Я работал в трансляциональной компании, на английском языке даже работал. Был бренд-менеджером по инновациям. То есть человек, не который сопровождает готовые бренды, а разрабатывал в новых продуктах. И не успел еще встать от корпоративного рабства. И вдруг компания моя большая уходит с российского рынка в 2011 году в связи с реальным происшествием, экономической ситуацией. И мне представляется такое вот окно возможностей. Я и сейчас достаточно молодой человек, а тогда я подумал, что можно же наперед попробовать поработать с рисками кризиса среднего возраста и реально прямо сейчас попробовать заняться тем, что мне реально интересно. Не то, что мне приносит доход, какое-то удовлетворение, а то, что мне нравится. Вот я подумал, что мне нравится. Мне города нравятся. И как раз в тот момент я узнал, что есть такая тема рынок городов. То есть это сочетание моего опыта небольшого, но профессионального и студенческого с тем, что мне вот прям нравится. И я просто принял решение вот этим заниматься, хотя особо никто не занимался. И все, что я, например, сегодня рассказывал, так многие там может на веру приняли, но это практически все именно мысли нашей команды. То есть не навязаны какими-то учебниками на Западе. Более того, брендирование городов это та тема, по которой мы не то, что не отстаем. Есть много, ну есть ряд примеров из наших стран, тот же Улипинск, про которые на английском языке в Лондоне исследуют. У них такие же точно проблемы, как у нас брендинг. Вот прям у меня с языка вопрос сняли. Я хотела как раз про Запад спросить, потому что я не помню, что там такая дискуссия про брендирование. У них в основном в сфере академическая, она достаточно, у них, у нас, конечно, жалко зрелище, честно, то есть я сам вот кандидатскую писал, в общем, тяжелая ситуация у нас в академическом мире. А у них отлично, то есть финансирование, вузы, культообразование, и в основном она там живет, и она теоретизирована, очень много теоретизирована, а вот практических тоже пытаются, представляете, пытаются делать бренд Лондона. Вам кажется это смешно? Внутри Лондона та же квартира, есть там условно клуб маркетологов, они пытаются, администрация проводит конкурсы, у них там три, то же самое, что в Москве. Ничего не получается. Очень большой, разрозненно, единой коммуникации нет. Барселона пытается, понимаете, они пытаются там институализировать бренд-менеджера Барселона. Зачем, кажется? А вот им надо, они не чувствуют единства. То есть мы, сейчас основной вопрос, те, кто этим профессионально занимается во всем мире, один и тот же, как управлять? Более-менее понятно, как разрабатывать такие исследования, как управлять в условиях децентрализации коммуникации. Слишком много людей, нельзя навязать то, что они будут говорить. Управлять, почему важно управлять полминуты до перерыва? Почему? Важно управлять, чтобы достичь программируемых результатов. Экономический эффект? В конце концов, да, но брендинг, прежде всего, все-таки социальный, то есть ощущение самоидентификации, кто я, зачем я, зачем мой город. Но за этим следует экономический, потому что экономика в гуманитарной сфере там очень много завязано на эмоциях. И весь брендинг и добавленная стоимость это про эмоции. Мы сейчас приезжаемся на коробку рекламы. Мы дошли до самого важного, с моей точки зрения. Мне очень интересно узнать, как, с вашей точки зрения, Василий, бренд работает на решение социальных проблем города, на объединение комьюнити, который живет здесь. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько, напротив меня Василий Дубяковский. Это его особое мнение. Вы слушайте, напоминаю, в Кирове проходит неделя рекламы, и мы отталкиваемся от первого дня, от понедельника, 27 ноября, когда неделя рекламы открылась круглым столом, дискуссионной площадкой про брендинг города. И вот до перерыва мы с Василием остановились на той точке, что бренд города или региона может работать на объединение соседей, я бы так сказала, людей, которые живут в этом городе или в этом регионе, для того, чтобы они самоидентифицировались, для того, чтобы была какая-то крепкая, как я понимаю, такая позиция, для того, чтобы люди, выезжая, это мы приводили такой пример тоже на нашей встрече, чтобы выезжая за пределы города, переселяясь отсюда, в городе все говорили, я там, из Кирова, или я святки, как теперь говорят, я из Урюбинска? Да. Связывая вопрос, который еще раньше прозвучал про Урюбинска, как-то получилось, что у нас все очень неплохо по выдаче бренда Урюбинска, да и вообще, даже если просто Урюбинска попробовать, там достаточно много очень качественного, как принято это говорить, контента. Но все это получилось, никакой программы не было, и поисковики сегодня большие молодцы, они выдают то, что есть, и то, что релевантно запросу. Мы просто генерируем много содержательной информации про это, к нам приезжает очень много журналистов, они все приезжают бесплатно, в последние 10 лет ноль заплатил за публикацию себе. При этом он, ну, один, может даже лидер среди малых городов, по публикациям разных очень, и федеральные, и региональные. Как это получается? Это получается, в первую очередь, потому что есть бренд-менеджер города, который работает в администрации, есть я, как, ну, человек, который с этой темой связан. А почему не вы бренд-менеджер города? С вас история началась? Нет, я никогда не был бренд-менеджером города, но первые два бренд-менеджера города в России, в Доблянке и Уривенске, появились, потому что изначально я этого захотел, то есть, это там, я не скромный, а вообще что-то появляется когда-то, какой-то проект, когда, ну, одному человеку приходит голова мысль. Так почему вы не стали бренд-менеджером? Ну, бренд-менеджер у нас функция такая, достаточно не стратегическая, а тактическая, оперативная, то есть, есть фронт большой работ, мы хотим попасть в прогноз на первом канале, нужно написать письмо Эрнсту. Официально? Да, запросы. вот это может сделать бренд-менеджер города. К нам приезжает три федеральных канала за три месяца, снимает каждый по 30 минут про бренд города, не про город-санекдот, а именно конкретно. Задача бренд-менеджера сделать так, чтобы получилось три разных, интересных, полноценных репортажей. У нее для этого есть шесть ценностей нашего бренда, и она пытается так им порекомендовать, что снимать, так организовать, чтобы это получилось. Это выделенная должность в администрации, оплачиваемая, конкретная. Да, это единственный город, где это именно в администрации, в Добрянке, это вот через НКО, как я окировал. Вот, значит, по поводу объединения, так вот, то есть, есть бренд-менеджер, есть администрация, есть я, есть, сами приходят, давайте мы правос напишем, жители, и вот я сейчас приведу конкретный пример, что значит объединяет и как жители это воспринимают, почему, вот у меня есть такой тезис, что у Кирова потенциально главный канал коммуникации с внешним миром это 500 тысяч человек, 500 тысяч точек контакта с патентом Бряном Кирова. Не важнее контакта, ну, канала нету. Вот, пример, у нас недавно женщину из Юрюпинска позвали на поле чудес, ну, выиграла ее заявка, вот, ее позвали, она не является сотрудницей администрации, она далека от продвижения активист. Ну, первое, что она подумала, она подумала, это же я буду город свой представлять, а у нас же столица российской провинции, и она пошла в администрацию, она знала, что там есть бренд-менеджер. Она пришла и сказала, я вот еду, подскажите, как мне правильнее рассказать про город, вот, я знаю, что тут, ну, как вы, как-то этим профессионально занимаетесь, вот, ее не только рассказали, попытались смоделировать, что она будет говорить, и она блестяще, она все выучила, и она сказала, вот, прям, ее снабдили необходимыми предпринимателями, взяли шесть разных продуктов нашего города, которые все прорекламировали, показали три раза крупный план логотип города, и из первой тройки игроков Поле чудес она заняла 65% времени, потому что она постоянно говорила и была к этому готова. Это вот пример того, что это ее объединяет, то есть она чувствует гордость за свой город, она знает, что есть бренд, ей нравится столица российской провинции, и она пригождается. По поводу внутри города, у нас очень много ТОСов, я не знаю, сколько ТОСов, я не могу назвать, но знаю, что очень мощные у нас. У нас их 53 на 38 тысяч жителей, это 1 на 736 человек, и вроде как это российский рекорд. И это как бы не из-за брендов, это исторически сложилось, казачья станица, но вот, например, у нас ТОСы большинство являются некоммерческими организациями, они участвуют в грантах. Это про то, как пригождается бренд, что люди это используют. Все абсолютно, кто сейчас подает заявку, особенно на федеральные гранты, целиком, полностью посвящают коммуникацию через бренд города. Да, мы ТОС, у нас небольшая задача, но мы действуем в рамках всего Урюпинска. У нас очень классный город, у нас город умеет делать много классных проектов. Вот они описаны. И мы хотим нести еще одну лепту. То есть, каждый внутри своего маленького сообщества может сказать, я город, я часть города, у нас большая история успеха, не только моя, и я хочу это сделать не только для своего города. И это идеально работает, например, в грантах. По поводу сообществ, ну как, это же везде и свой-чужой. Вот, не знаю, какая-то, наверное, у вас есть там, с футбольной командой популярной нет в Кирове. Футбольная команда профессионально, по-моему, закрылась. Ну хорошо, какие-то, наверное, есть, да? И хоккейная родина тоже на грани. Хорошо, когда вы боялись за тех, кто занимается ледолазанием, вы приходите на соревнования, там кто-то откуда-то приехал, вы за кого болеете? Вы за местных болеете. Вот, брендинг города, брендирование, вот это отношение к местным. Оно бывает такое очень на примитивном уровне, свой-чужой, а бывает уровни, когда мы поняли, чем мы классные, и мы не только купаемся в лучах, что мы там номер один в том, в том, в том, а мы еще открыты к внешнему миру, и мы готовы теперь всем другим рассказывать, и чтобы другим нравится. Это уже следующий уровень, чтобы то, что мы гордимся собой, что мы самые самые, нравились другим. Это очень тяжело. А у меня такой вопрос, Василий, а можно гордиться тем и продвигать то, что вы, например, вот мы такие, мы, там, ветчане, например, кировчане, не знаю, жители Вятки, мы угрюмые, замкнутые, недружелюбные с первого раза, не очень любим поболтать и организовываться во что-нибудь. Поболтать не любите? Сегодня я это не заметил. Ну и мы, вы не со всеми, да, встречались, но и мы встречались с теми, кто пришел поболтать как раз, да. Ну и мы, например, это признали, потому что в силу там исторических каких-то там, да, и природных вещей сложился такой менталитет, и мы этим гордимся. Мы можем таким менталитетом привлечь? сделать это фишкой. Если вы этим гордитесь, безусловно, да. Ну, обычно мы себя критикуем за это. Можно сказать, что мы такие, да, и это круто. Смотрите, это вопрос, можно ли пересмотреть, что это круто. Два ответа. Первое, то, что вы перечислили, в принципе, это русский национальный характер, и вас это не отличает от других. В этом плане это не очень конкурентоспособность. Нет, в смысле, вы не выделитесь. Хорошо делать ставку на то, что достаточно уникально. Второй момент, например, и Челябинск приведу. назовите мне одно прилагательное, которое у вас больше всего ассоциируется с Челябинском. Можно я угадаю? Промышленность. Неправильный ответ. Суровость. Есть суровые? Суровые челябинцы есть такое? Есть. Ну, да, то есть, если бы я сделал подсказки, что эмоционально окрашенная, там же, вот. Это чисто навязанный наши раши, там очень четкий канал, как это произошло. Челябинская область на протяжении уже 7 лет пытается с этим бороться. А зачем? В том-то и дело, что это бессмысленно. Они реально делали госзаказ на то, что в выдаче в Гугле и в Яндексе, то, что мне спросили, изменить. Кто-то его выиграл, но это не изменить. Единственный путь Челябинска это их ресурс, это имидж. Мы сегодня про это говорили. Не бывает плохого, хорошего имиджа. Его есть или нет. У любого города, если у вас есть капитал, если Магадан считает вот таким, я сейчас показал тут распальцовку. Две козы. Да, две козы. Значит, это надо использовать. И вам, к примеру, Рюкенс. Он до 2000 года страдал гиперкомплексом провинциальности, что вы считаете, дырой. А сейчас просто учит других, воспринимать, что провинция это немножко другое. Правильно я понимаю, Василий, чтобы вот эта вся история закрутилась, должен появиться двигатель. Это человек или группа людей, которые просто это все генерируют, двигают, крутят колесики и прочее. Тогда у меня вопрос. Вот я все понимаю про вашего бренд-менеджера, который сейчас в администрации есть. Профессионально работает, как вы говорите. А ваша выгода личная какая? Вы как вы говорите? Моя личная? Да. Зачем вы все это делаете? Как вы зарабатываете на этом? Вот в городе Урюпинске я не зарабатываю. Я в него переехал 3,5 года назад. Жить, моя профессия, профессия супруги, позволяет нам жить там, где мы хотим. Мы захотели жить там. И я веду свою профессию. Я всем говорю, что вы житель города, вы должны продвигать это ваше обязанство. Я так себя, если я так говорю, я должен сам соответствовать. Вот. Но, то есть раньше я думал, что вот я буду жить в Урюпинске и помогать в продвижении, быть там социально активным. Я такой и есть. Но работать буду вовне, зарабатывать. И, в общем, связи особо не будет. Тем, что я делаю в Урюпинске и то, как я зарабатываю деньги. В Урюпинске социальная работа такая, да? Я думаю так. Но сейчас по-другому. Поменялась концепция. Я очень рад. Выяснилось, что я не так много времени провожу дома, потому что вынужден ездить по стране, заниматься с разными городами. Сейчас мы стараемся привлекать внешние проекты финансируемые в Урюпинске, которые мы можем там реализовать. Ну, это гранты, целевые программы разные, федеральные, и мы это очень успешно делаем. То есть, за прошлый год по президентским грантам Урюпинск абсолютный лидер по количеству заявок абсолютно разных выигранных. У вас тоже своё НКО какое-то? Да, сейчас НКО столице правительства. Мы только сейчас регистрируемся, но оно будет заниматься прям развитием всего города. То есть, то, что я сейчас всем рекомендую, мы сейчас сами делаем как пример. Вот. Но я всегда говорю, значит, на данный момент мне платят очень много за то, что я рассказываю про Урюпинск. То есть, вы как бизнес-тренер ездите? Это да, но даже когда я, мы брендируем город, его очень много берут в пример, и когда меня приглашают на образовательную программу, там, Моногорода, например, там, Сколково, Ранг, в Москве, то больше всего интересует опыт Урюпинска. То есть, раньше это только про брендинг, а сейчас прямо у Рюпинска и не только брендинговая вообще. И так получилось, что то, что мне нравится в Урюпинске, то, что я там делаю, оно вот коммерциализируется во внешнем мире, и это как бы такая, ну, такая гармоничная, достаточно счастливая история. Ну, не очень хочется, не, я не бизнес-тренер, я, скорее, может, там, какой-то вдохновитель, но целевая аудитория именно муниципалитета. То есть, города, развитие городов. А вообще, мы разрабатываем бренды, вот, образовываем в этом направлении и постараемся быть, ну, какими-то катализаторами, акселераторами внутри. То есть, если меня спросят там, а что может быть в районе Кирова, я не знаю. И вообще, без разницы, как я отношусь к Кирову. Я могу просто помочь вам внутри, вот, вы говорите про субъекты, завестись, поделиться опытом, дать какую-то технологию. Но целиком, полностью, моя главная рекомендация, вот, сегодня была, ну, есть какое-то мое мнение и последняя рекомендация, самое главное, ваше личное мнение о вашем городе. Пока вы сами не научитесь не страдать там провинциальностью, что кто-то из Москвы что-то должен сказать, как делать, ничего у вас и не будет. Кировчан, чем мое. И чьи бы то ни было. Конечно. Это Василий Дубяковский в программе «Особое мнение». Благодарю вас и успешной работы на неделе рекламы. Она же продолжается, да? У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова